Я хотел бы поблагодарить сегодня за участие, прекрасное стихотворение, прекрасное пение. Сегодня время, когда церковь собралась для особого служения. Я верю, что каждый человек, который находится с нами в этом зале, в Доме молитвы, что-то имеет в своем сердце. Может быть, это личные переживания, не похожие друг на друга, но наше сердце, я верю, сегодня объединено благодарностью, благодарностью Господу за ту цену, которую Он уплатил, чтобы мы были сегодня вместе собраны, братья и сестры, были спасенными, были счастливыми, были людьми, которые пришли на поклонение нашему Господу. Я думаю, что образ страдающего Христа, который берет на себя грех всего мира, по-разному представлен священному Писанию. По-разному представлен священному Писанию. Это агнец Божий. Знакомо этот образ? Это агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это и царь Израилев, который висит на кресте, где прибита доска, на котором надпись вины Его. Это и пораженный пастырь. Помните, Христос о себе сказал, «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Это отвергнутый и непринятый Мессия своим народом. И многие другие образы, которые раскрывают Иисуса Христа, как Спасителя, страдающего Господа. Братья и сестры, а как вам такой образ Иисуса Христа, распятый Учитель? Распятый Учитель или оставленный Учитель? Или Учитель, которого предали ученики и оставили? Учитель, от которого отреклись? Учитель, которому не поверили. Близок ли вам такой образ Иисуса Христа, страдающего Учителя? Ведь, согласитесь, когда есть Учитель, то у Него есть и ученики. И то, что происходит с Учителем, то происходит в жизни Его учеников, правда? Обязательно будет связана судьба Учителя с Его учениками. Моя проповедь сегодня называется «Цена ученичества». Я предлагаю вам открыть текст Священного Писания, который мы будем сегодня рассуждать. Это Евангелие от Матфея, 16 глава. Евангелие от Матфея, 16 глава. Прочитаем 21, 22 и 23 стих. Три стиха. 16 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему. «Будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Когда Христос призвал 12 учеников следовать за Ним, в Его школе Иисус Христос очень подробно и очень много объяснял им об условиях вот этой цены ученичества. Что ожидает этих учеников, если они последуют за Иисусом Христом? Вся 10 глава Евангелия от Матфея, она посвящена вот этому объяснению, где подробно Христос говорил, что будет ожидать с учениками происходить. Я хочу прочитать только некоторые тексты Священного Писания, чтобы мы увидели вот эту картину. Отношение Иисуса Христа с Его учениками и той цене, которая будет следовать за тем, если не последует за своим Господом. 10 глава Евангелия от Матфея, 10 глава, 17 стих, слова Иисуса Христа. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилищах и в синагогах своих, будут бить вас, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. претерпевший же до конца спасется». 22 стих, 10 главы. 22 стих. «И будьте ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 1-2 стих. Следующее предупреждение. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будут думать, что он тем служит Богу». Очень много других текстов Священного Писания, где Иисус Христос очень хорошо и подробно описывает, какую цену придется заплатить ученикам за следование за Христом. Но вы знаете, мне кажется, что ученики не сразу поняли вот суть того, что Христос говорил. Ведь, согласитесь, пребывать с Учителем, пребывать с Господом все эти три с половиной года, ну, было благословение. Они пережили большие благословения, они были участниками, свидетелями того служения, тех чудес, той проповеди, тех изменений, тех спасенных, исцеленных многих людей. И до их сознания не доходили вот эти еще слова предупреждения. И им не грозила никакая опасность, более того, я думаю, что они испытывали даже какой-то, может быть, особый подъем. Помните, прокрадывались их сердце, такие мысли, а кто из нас больше? А кто сядет по правой или по левую руку в Вечности, в Царстве Небесном? Помните, такие были моменты. Они не были, знаете, каким-то образом настроены на тот путь, на ту цену, которым придется платить в будущем. Ну вот наступил момент, когда Иисус начал говорить о страданиях. Мы прочитали этот текст, я еще раз хочу его, 16-21 стих, 16 главы, еще раз, пожалуйста, откройте. С того времени, обратите внимание, это был особый момент, где Иисус Христос поворачивается к ученикам и начинает подробно говорить, что произойдет. Иисус начал открывать ученикам Саим. Это не было пятиминутный разговор где-то по дороге. Это была беседа. Ученики, будьте готовы. Мне нужно идти в Иерусалим. В Иерусалиме мне ожидает страдание. Много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Я предполагаю, братья и сестры, что после этих слов Христа наступила определенная пауза. Вот обратите внимание, как следует следующий стих, 22 в этой же главе, 22. Закончил Христос свою речь в 21 стихе и затем Петр вступает. Но я думаю, что после слов Иисуса Христа наступила какая-то пауза, было время для того, чтобы могли они осмыслить это. И Петр не решился при всех обратиться к Иисусу Христу. Он отзывает его в сторону, отозвал его в сторону и начал возражать ему. 20 стих. И отозвал его, Петр начал прикословить ему, то есть возражать ему. «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Братья и сестры, я не сомневаюсь в искренности слов Петра по отношению ко Христу. Я не сомневаюсь в искренности его слов, что Петр хотел каким-то образом оградить Иисуса Христа тех будущих страданий, чтобы он не шел этим путем. Но, братья и сестры, я могу предположить и думаю, что задавая вопрос, который Петр задавал, вот вопрос или прикословить, не думал ли Петр из-за себя в это время? Не пришла ли Петру в мысль, а что будет с нами, если это будет с нашим Господом? Какая судьба будет с нами? Ведь нас хорошо знают. Ведь нас хорошо знают, что мы были с Господом. Если Христу придется так пострадать, что будет с нами в это время? Чем мы будем заниматься? Какая роль наша будет во всех этих событиях? Христос хорошо понимал в эти минуты сердце Петра. Он видел все, братья и сестры. Он знал, что произойдет с Петром. Знал его отречение. Христос знал, что все ученики до одного его оставят и разбежатся. И он останется один. Поэтому ответ Иисуса Христа был по сути дела даже не Петру. Он видел того, кто стоял за спиной, там за Петром дальше. Смотрите, как он обращается и в 23 стих. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ты мне преткновение. Слово соблазн еще переводится как ты мне преткновение. Ты мне препятствуешь, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И затем в 24 стихе Христос продолжает свою речь, обращается уже к ученикам. Если можно, 24 стих. Обратите внимание, Христос теперь обращается к ученикам и говорит, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет, идти за Мною. Вам нужно будет платить высокую цену. В чем это заключается? Отвергни себя водами. Возьми крест свой и следуй за Мною. Я думаю, что этими словами Христос определил главные условия ученичества, братья и сестры. Вот этими словами Христос определил всю суть условия ученичества, которое будет распространяться на все время, в любой период истории церкви. Это отвержение себя водами и добровольное согласие на сораспятие со Христом. На готовность идти с Ним до конца, готовность быть непринятым, готовность быть отверженным, даже близкими, родными и готовность умереть. Братья и сестры, я вижу, что тема ученичества в наше время это не что-то новое. На тему ученичества написано очень много прекрасных книг, очень хороших книг, очень много прекрасных семинаров, конференции проводят, очень много ресурсов сегодня в интернете можно найти о теме ученичества, очень много полезных вещей. Но вы знаете, я обратил внимание, что в целом ученичество сегодня, в 21 веке, ученичество представлено очень позитивно, чтобы каким-то образом не оттолкнуть тех потенциальных учеников или уже, которые назвали себя учениками, чтобы их как-то не оттолкнуть за следованием за Христом. Вам приходилось быть в такой ситуации, например, если мы приходим в какой-то магазин, где цены, скажем, достаточно высокие. Возможно, это мебель, возможно, это, не знаю, автомобили, еще какие-то вещи, но цены достаточно высокие. И вот над каждой вещью там есть ценник. И когда этот ценник высокий, бирка, ее стараются немножко так вот на вид не показывать, правда? И вопрос спрашиваем, а сколько стоит? Иногда люди, продавцы, они же хотят продать нам эту вещь. Они говорят, вы знаете, это не столь важно. Можно всегда договориться. Мы уступим. Обратите внимание на качество этого товара. Цена – это второстепенный вопрос. Братья и сестры, я думаю, что что-то происходит сегодня в христианстве. Я говорю в общем христианстве во всем мире. К сожалению, сегодня есть церкви, которые наполнены людьми, которым проповедуют сегодня искаженные Евангелие. Это Евангелие приглашает стать христианами для своего собственного блага, для собственной значимости, где в центре будет человек с его нуждами, проблемами, и, приходя в церковь, он сможет разрешить все эти проблемы для себя лично. Некоторые проповедники проповедуют Иисуса Христа, знаете, как эти маркетологи опытные рекламируют свой товар. Внимание направлено на личную выгоду и предлагает какую-то значимую скидку цены. Часто можно услышать, вам это ничего не будет стоить. Все оплачено, Христос взял на себя все грехи, и следованием за Христом вам будет ничего не стоит. Бирка с истинной ценой заменена на бирку, где написано яркими буквами. Скидка до 75%. Братья и сестры, это реальность времени, в котором мы живем в этом большом христианском мире. И это неправда. Цена следования за Христом очень высокая. Иисус Христос предупредил своих учеников. Иисус Христос сегодня, говоря, кто хочет следовать за Мною, друзья мои, будьте готовы платить высокую цену. Люди, которые слышат такое Евангелие, упрощенное, очень дешевое Евангелие, они очень болезненно реагируют на проповедь, в котором звучит весь о кресте. Им неприятно слышать об этом, о грехе, о дисциплине, о личной ответственности, о посвященности Господу, о том, что Господь ожидает от каждого христианина быть посвященным Господу, трудиться для Его славы, жить не для себя, но для Него, во имя Его, исключительно переносить страдания ради Иисуса Христа. Я очень благодарен Богу за то, что есть сегодня и церкви, их много, и проповедников, которые проповедуют истинное Евангелие, Евангелие со Крестом. На нашем баннере сегодня его нету, он будет в следующее воскресенье. Один текст, который мне очень нравится, там есть слова, ибо слово о Кресте и для погибающих юродство есть, а для нас, братья и сестры, это сила Божия. Мне очень нравится этот текст. Я верю, братья и сестры, что мы будем проповедовать нашей церкви об истинном ученичестве и цене, которую нужно будет платить до конца следования за Христом, потому что условия жизни, в которой мы живем, в этой стране есть очень много номинального, к сожалению, христианства. И сегодня так необходимо сегодня проповедь о Кресте. И сегодня так необходимо проповедовать об истинном ученичестве, потому что в этом смысл нашей жизни, только в этом красота христианства, только в этом, братья и сестры, благословение истинного следования за Христом, когда мы готовы идти этим путем и готовы платить любую цену. Согласно ежегодному всемирному списку стран по уровню преследования христианской организации «Открытые двери» было озвучено цифры о том, что ежегодно около 215 миллионов христиан, пресестры, около 215 миллионов христиан в 50 странах мира постоянно преследуются за веру Иисуса Христа. Те, которые были убиты, те, которые были преследуемы, те, которые находятся в тюрьмах, с каждым годом возрастает это число людей. Братья и сестры, возможно, жизнь в этой стране изменится для христиан. Возможно, Господь допустит для того, чтобы приготовить народ, очистить, пробудить, чтобы верующие церкви, верующие люди, которые исповедуют, веруют в Иисуса Христа, могли увидеть по-настоящему Господа и красоту ученичества может Господь допустить и гонения и в этой стране. Готовы ли мы платить цену? Это может быть разное обстоятельство, братья и сестры, это может быть происходить на работе, нам могут отказать в работе или могут быть уволить нас с работы за то, что мы стоим на принципах, наших убежденных принципах понимания библейской истины. Это может быть школа, это могут быть колледжи, это могут быть общества, это могут быть общие законы страны, направленные на разрушение христианской семьи. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, сегодня, когда мы благодарим Господа и собрались для того, чтобы провозгласить Его чудное Евангелие и крест Иисуса Христа, готовы ли мы сегодня поблагодарить и сказать, Господи, я готов идти сегодня за Тобою и платить высокую цену, которая будет предложена, чтобы быть учеником Твоим. А сегодня мы собрались на особое служение, чтобы вспомнить нашего Учителя, нашего Учителя и Господа, который согласился прийти на эту землю, прошел земной путь, согласился на величайшую жертву своей личной смерти, страдания, которые Он перенес на Голговской кресте. Для чего? Для того, чтобы приобрести особый народ, церковь. Для того, чтобы из этого народа, ибо такое повеление дал Христос ученикам, идите и делайте народы учениками, не слушателями, не прихожанами, не сочувствующими и разделяющими веру, а учениками делайте, те, которые согласятся на Его условиях, быть Его учениками и следовать за Христом во все дни, доколе Он придет. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok